В Сенате США говорят, что мы стали на шаг ближе к принятию также финансирования для Украины. Американские законодательные продолжают дискуссии, бла-бла-бла-бла, об этом сообщает Голосомедник. Итак, лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, сказал, что сенаторы из обеих партий сейчас упорно работают над утверждением еще одного раунда помощи Украине путем финализации дополнительного пакета национальной безопасности. С каждым днем мы становимся ближе, еще есть проблемы, которые нужно решить, но одно можно сказать наверняка, мы продолжим это делать. Мы обязаны помогать нашим друзьям и так далее, и так далее. Тем временем в своем выступлении лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, он же в свою очередь республиканец, раскритиковал Байдена следующими словами. За то, что он не сделал больше, чтобы дать нашим друзьям, это нам, между прочим, Украине, решающее преимущество против агрессии Путина. И за то, что он не инвестировал более серьезно в восстановление военной силы Америки. Дальше Макконнелл говорит, я никогда не впадал в заблуждение относительно того, почему Америка поддерживала борьбу Украины. Здесь никогда не шла речь о благотворительности, это в прямых интересах Соединенных Штатов, чтобы авторитаристы, авторитаристы, это прям новое слово, да, авторитаристы, да, будем рыбом и кормить, глобалистами, да, авторитаристами, да, пацифистами. В общем, чтобы авторитаристы не чувствовали себя в праве переписывать границы силой. Вот так. В наших интересах помочь уменьшить уровень армии крупного противника. Не жертвуя для этого, жизненный американец, сказал Макконнелл. То есть, прямым текстом сказал, да, мы должны дать Украине помощь. Ну, тем более, вот знаете, вот эти цифры из нашего генштаба, их надо Макконнеллу посылать каждое утро. Товарищ Макконнелл, еще 980 россиян уничтожены. Товарищ Макконнелл, еще 33 танка, 59 артиллерийских орудий. Запишите галочки, поставьте у себя на доске, нарисуйте в Сенате и срочно идите за нас голосовать. По его словам, Сенат очень скоро будет иметь шанс восстановить наш суверенитет на южной границе, инвестировать в стратегическую конкуренцию с Китаем, а также восстановить наше доверие в глазах союзников и противников. То есть, по мнению оппозиции, республиканской оппозиции в Сенате, у них скоро голосование, которое решит и проблемы границы, и нашу проблему. То есть, они восстановят наше украинское доверие. Наше доверие. Ну да. Потому что они теряют доверие тем, что не дают нам денег. Рассказывают, как это важно для них же, для всех важно, как украинцы за них воюют, а деньги не дают. Потеряли доверие. В ту же дуду задули и в Евросоюзе. Там 1 февраля, предположительно, состоится внеочередной саммит, на котором будет снова рассматриваться вопрос о выделении нам 50 миллиардов евро экономической, напомню, помощи. В ней есть военность составляющая, но в основном это экономическая помощь. Значит, 1 февраля у нас ровно через неделю. Специально этот саммит учредили после того, как в прошлый раз Орбан не дал нам. И что мы за последние сутки получили по этому поводу? Мы получили за последние сутки 2 новости. Первое. Это то, что Словакия решила не блокировать предоставление нам 50 миллиардов евро. Приехал премьер Фицца, которого мы так вчера с вами критиковали. И вроде так, судя по его заявлениям, прямо по всем пунктам, в общем, поддержал нас. Он сказал, что словацкие компании будут производить оружие и продавать его в Украину. Он подтвердил, что финансовая и гуманитарная помощь будет идти из Словакии в Украину. И, наконец, он сказал, что не будет возражать против выделения 50 миллиардов евро Украине на саммите, который пройдет 1 числа. Вот так. А мы несчастного Фицца обижали. Обижали Фицца. И, кстати, не только мы, а американцы тоже. Ну, ладно, про это я потом чуть позже, потому что это отдельный вопрос. А еще сам Орбан тоже. Но тут уже говорят слухи. Правда, не из телеграм-каналов, а от министра иностранных дел Финляндии Элины Валтанин. К нам пришел слух, что венгерский премьер Орбан откажется от блокирования 50 миллиардов евро и согласится на это все. Элина Валтанин сказала, что, значит, ей финские министры, ой, финские, господи, венгерские министры иностранных дел Петер Сияйта дал позитивный сигнал, сказал, что все будет чики-пуки. Так это или не так, не знаем, но вот два позитивных сигнала по 50 миллиардам евро. Теперь, да, кстати, значит, ну хорошо, раз уж так. Еще про Орбана и Фицца будем сейчас добивать. Значит, про Фицца у нас на него наехали американцы. За его вот эти высказывания в адрес Украины неполиткорректные, где он рассказывал, что в Киеве никакой войны нет, Украина превратилась в колонию США, то все опять все. Соединенные Штаты категорически опровергают заявление премьер-министра Фицца о том, что Украина является государством, которое находится под влиянием США. Такие комментарии не подобают члену НАТО. Посольство США в Братиславе добавило, что в случае нападения России на Словакию, Соединенные Штаты вместе с НАТО дадут отпор вместе со всем словацким народом. Если россияне захватят хотя бы один метр словацкой территории, мы никогда не скажем, Россия слишком сильна, надо сдаваться, подарить свои территории. Мы никогда не успокоим хулигана, руководствуясь собственными интересами. Американские солдаты боролись бы со словаками против тирании, как мы это делали, поддержав словацкое национальное восстание в 1944 году. И мы надеемся, что никто не скажет, что Словакия – это государство под влиянием США. Ну потому что действительно, если премьер-министр Словакии говорит, что Украина под влиянием США, а Словакии типа нет, Словакия уже в НАТО. Словакия, если на нее пойдет Россия, призовет американские войска к себе. И будет права, аж договор такой есть. Ну а с Орбаном еще одно забавное приключение случилось. Значит, Орбана как-то выполоскали в чем-то таком непонятном. В общем, стал белый, пушистый по неизвестной причине. После того, как Турция на этой неделе уже проголосовала, парламент Турции проголосовал за вступление Швеции в НАТО, то оставалось единственным препятствием, оставалась Венгрия, которая еще не утвердила вступление Швеции в НАТО. И тут Орбан нечеловеческим голосом сказал своему коллеге, премьер-министру Швеции, вы, говорит, товарищ, приезжайте ко мне, будем обсуждать с вами вступление Швеции в НАТО. На что шведский премьер-министр со всем уважением, значит, к великому венгерскому народу сказал, «Шиш, шиш с маслом тебе, товарищ Орбан, хрен тебе, я поеду с тобой это обсуждать». Значит, берешь сейчас прям рожа венгерская и утверждаешь наше членство, значит, в НАТО. И хрен ты что с этим сделаешь, понятно? Орбан от такого обращения немного опух. Хотя сказать про Орбана опух – это неполиткорректно. Но опух, тем не менее, опух как мог. И знаете, что сделал? И заявил, что, сказал так, я подтвердил, что венгерское правительство поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать венгерский парламент проголосовать за вступление Швеции и завершить квалификацию при первой возможности, сказал Орбан. Вот так. Это произошло вчера. А сегодня уже по пять. Вчера было по три, вчера было по три. А сегодня уже по пять. Сегодня премьер Швеции сам позвонил Орбану, услышав такие слова, сказал, а, не, ну если так, то давай встречаться, обсуждать. То есть обсуждать мы будем, но ты сначала подтверди, что да. Орбан сказал, да. Тогда премьер Швеции сказал, что с Орбаном встретится. Хотя, возможно, не в Венгрии. Но то, что не в Венгрии, это будет наказание. Видимо, в Словакии встретится. В Словакии же у нас тут главная по НАТО сейчас стала. Евросоюз готовит новые санкции, как я вам вчера уже и сказал. Но вчера моим великим прозрением было то, что, помните, я вчера предсказал, что новый пакет Евросоюз объявит 24 февраля в день годовщины российского вторжения полномасштабного. И вуаля, появился еще один повод подписаться прямо сейчас на канал Штельмам. Потому что еще одно мое пророчество сбылось по воле Аллахом. Нет, не Аллахом. Сбылось по воле... В общем, сбылось. Евросоюз наконец-то сам заявил, то есть вчера это заявил Штельман, а сегодня Евросоюз. Что он готовит санкции против России, новый пакет и новый пакет финансовая поддержка Украины. К годовщине вторжения. Об этом написал Financial Times. Пакет включает 13-й набор ограничений для Юры Физлиц, связанных с войной, а также долгожданное соглашение о выделении Киева 50 миллиардов евро. Но это надо будет понятно проголосовать. Еще 5 миллиардов евро военной помощи в год. Это отдельно от 50 миллиардов евро. И решение передать Украине доходы, полученные от замороженных активов России. Также являются частью общего набора мер поддержки. Это деньги, оружие и санкции. Но вот правда про алюминий почему-то уже не пишут в Financial Times, а хотелось бы, чтобы про алюминий тоже не забывали. Чтобы Россия больше не смогла поставлять в Евросоюз алюминий. Ну и еще, кстати, одно вообще-то хотелось бы увидеть в этом пакете. Объясню почему. Значит, представитель британский постпред в ООН, или постпред в Великобритании в ООН, Джеймс Кориуки рассказал следующее. Значит, и так. Он сказал, российская оборонная промышленность разбирает холодильники на запчасти. И ради чего, говорит Кориуки, чтобы потерять более половины захваченных с февраля 2022 года земель и пятую часть своего Черноморского флота, чтобы ее экономика потеряла больше 400 миллиардов долларов из-за санкций, спрашивает риторически Кориуки. А мы у Кориуки риторически спросим. Так а зачем вы им продаете холодильник, если вы знаете, что они из них что-нибудь выковыряют? Продавайте им только деревянные изделия. Ну серьезно, надо запретить поставку в Россию всего, кроме деревянных изделий. Пусть они деревянные мечи из них делают. Ну серьезно. Зачем продавать им холодильник, если они могут что-то выковырять? Не надо... Зубные щетки не надо продавать электрические. Обязательно выковыривают оттуда батарейку, например. Кстати, батарейки тоже не надо россиянам продавать. Они же свои делать не умеют, я надеюсь. Хотелось бы увидеть это в списке санкций запрет на продажу холодильников и электрических зубных щеток. Сейчас у нас будет некоторая рубрика о России. Достаточно большая. Мы уже близки к концу выпуска. Немного поговорим об этой стране, лежащей где-то там на крайнем севере. Во-первых, там сегодня тюремных много новостей. Прям тюремные события разворачиваются. Но начну не оттуда, начну из Азербайджана. Из российской истории в жизни современного Азербайджана. Значит, что там происходит? Как вы догадываетесь, между Арменией и Азербайджаном произошла однодневная война в прошлом году, осенью прошлого года. И Азербайджан окончательно восстановил свою территорию целостности. То есть все, все до единого армяне были эвакуированы из Азербайджана в Армению, из Нагорного Карабаха в Армению. Все Азербайджан восстановил полностью свой контроль над своей собственной территорией. Лачинский коридор, Степанакерт, который теперь называется Ханкин-Ди. Все как бы хорошо. Но помните, возможно, вы такую деталь, что там же были российские миротворцы. Пока, значит, в 2020 году была война, 44-дневная, по результатам этого в Москве было подписано мирное соглашение, на основании которого там, в Карабахе, были размещены российские миротворцы, несколько тысяч человек, со всякими бронетранспортерами и прочей херней. И вы знаете, куда делись миротворцы? То есть как бы война закончилась, войны больше нет, оккупации нет, ничего нет. А куда дели миротворцев? Я как-то, я забыл про них, честно, я думал, ну уехали, а что им еще делать? И что вы думаете? Лавров вчера заявляет, у нас там в Карабахе действительно остаются миротворцы, даже после того, как все признали Карабах азербайджанской территорией. Но вопрос этот уже не касается армянской стороны, это вопрос двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Президенты решили, армии Азербайджана и России, что присутствие миротворцев играет позитивную роль для укрепления стабильности в регионе и возвращения тех жителей Карабаха, которые захотят это сделать. В смысле? Какой стабильности в регионе? Как российские войска могут способствовать стабильности в регионе? В Азербайджане, где нет войны ни с кем, тогда мир из чего творить-то будете? Российские войска могут из мира сотворить войну, они не могут из войны сотворить мир. Но и войны-то нет. Что они могут сделать с миром? Только взорвать его? Какие хитрые люди, а, называется? У нас там миротворцы для стабильности. При том, что нет ни войны, ни врагов никаких, в Армении просто нет сейчас армии никакой толком. Ну, к счастью для Азербайджана, мандат российских войск на территории Карабаха истекает уже через год, ну как, в 2025 году, осенью 2025 истекает срок действия мандата, поэтому в любом случае российские войска покинут. Видимо, они решили награбить напоследок что-нибудь там украсть, не знаю, что там можно украсть. Скорее всего, грабят дома армян, но армяне же уехали, и многие что-то побросали, там не могли же вывезти весь скарб. Вот россияне вывозят шкафы, оставшиеся коврики, там не знаю, что еще, для мышек, ванны, краны, водопроводы. Ну что они обычно воруют, да? По стиральной машине люди, может, с собой вывезли, но там вантусы, не знаю, остались. Скорее всего, подворовывают вот это последнее, что осталось от армян в Карабахе. Итак, я обещал вам тюремную хронику. В России сегодня просто день тюрьмы. День тюрьмы. Ну, во-первых, там 9 лет дали какому-то бывшему губернатору Пензе, я не знаю, что такое Пенза, но ее бывшему губернатору дали 9 лет тюрьмы. Но это, как говорится, умер Максим, и черт с ним, да? Это нам не жалко. А вот те, кто это нас не касается, он не с нами воевал, он там что-то свое воровал у кого-то. А вот то, что нас касается, это три человека. Во-первых, Стрелков Гиркин получил 4 года тюрьмы за экстремизм. О, как, оказывается, видите? Значит, теперь этот человек осужденный дважды, просто герой Советского Союза практически. Ему надо этот... У них по закону надо ставить бронзовый бюст на родине, если ты осужден одновременно и на Западе на реальный срок, и в самой России тоже на реальный срок. В России дали 4 года, в Гаге пожизненное. Может, они как-то ему зачтут, не знаю, вычтут из пожизненного. Когда мы его в Гаге будем сажать в тюрьму, мы скажем, не, ну вы уже 4 года отсидели, правильно, в Российской Федерации, поэтому давайте мы за 4 года до смерти вас выпустим. Вы посидите в Гаге пожизненное, но вы предупредите, когда вы соберетесь умирать, мы за 4 года до этого вас выпустим, вы же там 4 года отсидели. Или наоборот, пусть россияне засчитают ему в эти 4 года его пожизненный срок. То есть, как бы, ну, уверенно, пожизненное на нем есть. Ну, в общем, Стрелков перестал быть нашим активным врагом. То есть, он остался нашим врагом, только теперь он бесполезный для россиян, сидит в тюрьме. А ведь это он начинал эту войну. Он начинал лично со своими там, какими-то людьми, ружьями. Понятно, что по заданию ФСБ Российской Федерации. Но зачинщика войны уже посадили. Есть в этом какой-то символизм, понимаете, да? Зачинщика вот физического, не того, кто приказал, не Путина, но зачинщика, вот того, с кого война начиналась, посадили в России, в тюрьму. Того, кто добился наибольших для России успехов, их таких тоже 2 человека, кстати, стрелков, которые захватывал Крым, Донецк, и Привожин, который брал штурмом города, его убили вместе с его уткинами и так далее. Этого посадили. Красиво началось-то, красиво все пошло. Суровикина, пока только, я так понимаю, куда-то в отставку отправили. Ну, еще одна тюремная часть хроники, это Дарья Трепова, та, которая подарила этому Владлену Татарскому бюст, опять-таки, бронзовый бюст на родине героя, но нет, она подарила просто какой-то бюст, в котором была бомба, бомба взорвалась, Татарский был уничтожен, ликвидирован. А в России, Россия, в том числе, почему-то либералы называют это словом теракт, хотя это, безусловно, ликвидация российского боевика, человек, который участвовал в войне, соответственно, являлся легитимной военной целью. Но Дарью Трепова посадили там в тюрьму и сегодня приговорили к 27 годам тюрьмы. 27 лет тюрьмы. Она, кстати, не знала, что она передает бомбу. Просто передавала бюст. 27 лет тюрьмы. Но тут еще они не остановились на этом. Дмитрий Косинцев, человек, у которого в квартире жила Дарья Трепова после того, как был уничтожен этот Татарский, ему дали год и 9 месяцев тюрьмы. Год и 9 месяцев. То есть, понимаете, это же как, помните про эту утку, да, что там, а в утке яйцо, а в яйце игла, да, в белке утка, в утке яйцо, в яйце игла, а там смерть Кощея. То есть, заметьте, умер Кощея, ну, то есть, в данном случае татарский. Иглой стала эта не бродзулетка, а как ее, статуэтка. Значит, яйцом стала Дарья Трепова, потому что она принесла, а уткой стал Дмитрий Косинцев, который хранил Дарью Трепову. В Косинцеве Трепово, в Треповой, этот самый, статуэтка, в статуэтке татарская, смерть татарского. И вот они уже дошли до стадии утки. То есть, утку тоже сажают в тюрьму. У них сейчас лихо пойдет. Вот Стрелков тоже, наверное, жил в каком-то доме, да. Этот дом построил у какого-нибудь завода управления. Сейчас директора завода управления посадят за то, что он построил дом, в котором жил этот самый, как его зовут-то, Господи, Стрелков в тот момент, когда призывал к экстремизму. А что он там призывал-то? Он против Путина к какому-то экстремизму призывал. Ох, ну все, две новости осталось. Две, 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 две. Одна почти без комментариев. Сейчас специально буду зачитывать в качестве стёба. А вторая серьезная, интересная. Россиян вообще заподозрили в том, что они собираются организовывать взрывы в Европе во время чемпионата Европы по футболу. Причем заподозрили, что интересно, пророссийские, по сути, международные чиновники. Это интересная содержательная история, очень странная для меня. Но что есть, то есть. Сейчас расскажу вам её. Но сначала всё-таки коротко зачитаю просто один пост из телеграмма Александра Глебовича Невзорова. Невзорова редактировать нельзя. Невзоров как написал, так уж припечатал. Но не все же читают Невзорова. И когда я же встречаю что-то особо приятное для души нашей, украинской, то я, конечно, зачитываю. И так он, Невзоров, как раз мы начинали с русской культурой, с того, как её празднуют в Харькове сегодня. И вот Невзоров тоже в переставровской культуре. Все артисты, даже слегка умазюкавшиеся в путинизме, абсолютно не сознают горечи своего будущего и судьбы в целом. Певцы, плесуны и фигуристы, хоть один раз осквернившиеся поддержкой СВО и военных преступлений Путина, получают неотмывное клеймо и вечную отмену. То, что прославляется и романтизируется в России, во всём мире означено, как грязная война Путина, оккупация, гитлеризм и вот свежий примерчик. Значит, некто пианист Романовский имел глупость побрякать для орков на руинах театра в Мариуполе. Это так от себя добавлю, получается, ещё один Евгений Миронов тоже решил на трупах детей музыку сыграть. И всё в Европе для него закончилось навсегда. Королевский музыкальный колледж тут же сказал пианисту вон, все концертные контракты во всём цивилизованном мире обнулились. Тихой сапой, думая, что никто и не заметит, пианист решил, этот россиянин, немножко потренькать Рахманинова в зале на окраине Рима 23 января. Но прилетело и туда, всё было отменено, концерт аннулировали, даже не утруждая себя объяснением причин. Причём, не было никаких петиций от украинской диаспоры, никто не писал кляусы жалоб. Всё произошло автоматически, просто на основании международной базы поддержки военных преступлений РФ. Глупому пианисту придётся засунуть свой инструмент себе в анус и заняться развозкой пиццы. В базе сейчас почти 400 фамилий, попасть в неё легко, избавиться от её клейма практически нереально, пишет Александр Глебович Невзоров. Это отличная новость принёс нам Невзоров, что, оказывается, я не знал, что существует некая база, действительно, я надеялся, что она есть, которая в Европе принята, акцептована, так сказать, куда наши вносят всех вот этих артистов, певцов, спортсменов, которые посещают наши оккупированные территории. И дальше они больше. Им запрещены, естественно, любые кастроли. Хорошая новость, хорошая. Собирайте данные о тех, кто ездит. Вот вы там на оккупированной территории, вы спрашиваете, какую пользу вы можете принести, а вы пишите куда-нибудь, ну, осторожно, таким людям, как я, через фейсбучек, кто там из артистов приехал. Ну, кто может, для кого это не риск, не надо подвергать себя лишнему риску ради такой ерунды, если вдруг, если вдруг. Ну, и последнее, как и обещал, пока вы подписываетесь на канал Штурман, пока вы ставите лайк, президент УЕФА боится за безопасность в случае участия Украины или Израиля в Евро-2024. Александр Чеферин выразил опасение относительно безопасности чемпионата Европы, если там туда попадут Украина или Израиль. Значит, он согласился, что если Украина или Израиль выйдут на Евро, через мартовский плей-офф, сейчас я объясню, что такое мартовский плей-офф, это не мартовские коты и не мартовские иды, это что-то другое, тем, кто не знает. Это может добавить дополнительные измерения к угрозе безопасности, которую традиционно составляют для крупных турниров террористы и активисты, подобные террористы. Итак, ну, значит, сначала объясняю ситуацию. Сейчас в марте будет дополнительный отбор на чемпионат Европы, в котором участвуют и Украина, и Израиль. Израиль сначала играет с Боснией, 21 марта, а потом, нет, извините, Украина играет с Боснией 21 марта, а Израиль в этот день играет с Исландией. И потом победители матча играют между собой за единственную путевку на чемпионат Европы. То есть, например, может быть, что это будет матч Украина-Израиль. Но в любом случае из этих двух команд может выйти не больше, чем одна. Так вот, если выходит Израиль, то я понимаю, о чем говорит Чеферин. Ну, типа, Хамас, устроят теракты, да. Ну, как они уже устраивали. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене палестинские террористы убили большую часть израильской делегации, просто убили израильских спортсменов. Но, получается, о чем говорит Чеферин-то? Что если попадет сборная России, то тоже будут теракты, увеличится вероятность терактов. То есть, он подозревает, что россияне будут взрывать спортсменов разных команд на чемпионате Европы по футболу, если там будет сборная Украина. Это новое подозрение, прям новое. И это Чеферин, который раньше выступал, например, за то, чтобы допустить российские детские команды к международным соревнованиям. Его за это забанили, конечно, все забаллотировали. Но извините, Чеферин говорит, председатель УЕФА говорит, мы боимся, что русские будут устраивать теракты на чемпионате Европы по футболу в Германии. Это новый уровень, новый уровень для российского режима, мне кажется. Новый уровень подозрения. Завтра встретимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин